Фонтаны канализационных вод, регулярные прорывы и загрязнения Москвы-реки – всё это уходит в прошлое вместе с приходом рабочих и техники в Павшинскую пойму. В микрорайоне началась реконструкция напорного коллектора. Участок в 700 метров будет переложен в новую трубу. Две трубы рабочие 1220, стенка 14, это будет прокладываться под Москва-рекой. Наземная часть на левом берегу, строительство камеры и коллектор в полиэтиленовой трубе диаметром 1400, стенка 83. Всё это коллектор будет проходить в кожухе стальном, поэтому каких-либо последствий в случае аварии будет минимизировано. Котлован для наземной части уже укрепляет бригады строителей. Коллектор пройдёт здесь, под пешеходным мостом. Они в районе домов 20 и 24 на Красногорском бульваре, как нынешний канал. На все работы потребуется 9 месяцев, говорят исполнители. В сентябре канализация в пойме заработает уже по-новому. Всё работает в штатном режиме. Коллектор старая трасса действует. И переключение на новый коллектор будет осуществлено в очень короткие сроки после завершения основной массы работы. Эти коллекторы на определенном участке идут параллельно. И только участок, который выносится под русло Москва-реки, перемещен. Это целесообразно, потому что это и обслуживать будет легче. И в случае необходимости и проводить какие-то работы ремонтные это будет более удобно. Перекладка канализационного коллектора – дорогостоящий проект в 1 миллиард рублей. 61% финансирования обеспечивает правительство области. Остальное – за счёт бюджета городского округа Красногорск.